Ну тут нам даже не две минуты, там больше было. Ну, совершенно справедливо, что... А вот другое, видите, что здесь происходит. Но сам момент, что произошло, не видно. Антипов пытается ударить плюшкой вот того человека, которого хватает милиция. Кто-то из болельщиков каким-то образом оказался в непосредственной близи от скамейки запасных уфимской команды и ударил по голове запасного галкипера команды Виталия Колесника. Вот сейчас у него доктор находится, прикладывает ему полотенце. То есть голову он ему разбил в кровь, что называется. Подзываю здесь судей. Ну, я думаю, что этот случай будет еще предметом разбирательства в континентальной хоккейной лиге. Я не знаю, как... Я думаю, здесь в прокуратуре нужно разбираться, какая здесь в континентальной хоккейной лиге. Посмотрите, что творится. Ну, все-таки команда ответственна за проведение матча, да, автомобилисты. Я не знаю, какие будут меры приняты. Вполне, может быть, придется проводить матч без болельщиков. Ну, штраф-то наверняка будет у автомобилистов. Ну, это, извиняюсь, конечно, когда здесь ни в какие ворота не лезет. Просто такой инцидент, который произошел. Это и служба безопасности. Случилось это на 17-й минуте первого периода. То есть, еще когда игра только начиналась. Вы видели, Вячеслав Беков... На счет был уже 2-1. Да, Вячеслав Беков пытается увезти в свою команду. Показывает, мы уходим. Действительно, игра остановилась на 17-й минуте. Вы видите, слова Трилаев уходят с площадки. Но потом, все-таки, игра возобновилась. И доигрывать оставшееся время от первого периода пришлось во втором.